Всем привеееееееееееееееееееееееее Сегодня у меня настроение, я розовая куколка Брэдс Потому что я увидела мемасик про Брэдс В этом видео будет много тупых шуток, потому что видео про ТикТок А дело все было вот так Рано утром я сидела на диване и смотрела ТикТоки Увидела этот ТикТок Посмотрите, как много просмотров на видео с этой пудрой Анарил так хороша Последний забрал Почему бы не ходить в магазин в очках? Когда ты не ходишь, чтобы тебе подходили Я просто так маскируюсь, чтобы продавцы из Литвали меня не узнали И все остальные А то скажу, что я пришла блогерка, надо ее выбросить из магазина Выходи отсюда, тварь ванючая Короче, я хотела Блин, ну можно еще вообще натянуть эту маску сюда Хотела купить девочке карандаш КитВанти Потому что прям всех валили И еще хотела купить вот такую вот пудру тоже От КитВанти Ой, карандаш Куда Бьюти Но в России, как обычно, нету Поэтому мы или заказываем из Америки Но я не буду этого делать Или идем и ищем какие-нибудь другие альтернативные варианты Блин, что же взять-то? Поэтому, как вы поняли, я вернулась с покупками Вы себе не представляете, шопинг так выматывает, так выматывает Я не знаю, почему каждый раз, когда я прихожу из магазина Я умираю Да за что? Я хочу любить с опингом, как вы любите Но такие вот девочки Там ничего нет, но есть мех Это топ из видео про Алиэкспресс Все же мы с вами знаем, что ТикТок это жизнь Жизнь это ТикТок Эх, помню времена, когда никто еще не сидел в ТикТоке А теперь там сидят все Вы сидите в ТикТоке? Вот такие тени купила Надеюсь, они не разбились Конечно, красота Ой, как классно выглядит, вау Все еще не понимаю прикола этих штук Но я их реально нашла в самый последний момент И решила купить, потому что, ну, очень много в ТикТоке их показывают Вот эта тушь, мне кажется, только ленивая еще, пока не тестировала И вообще в ТикТоке, мне кажется, эта тушь, это единственное, что у вас есть в ревах Если у вас есть косметические бьюти, не знаю, раздел ТикТока У меня он просто про бабу, говорит ТикТок мой Но эту штуку просто обзирают все Давайте я тоже обозрем и посмотрим, что тут вообще такое В Москве просто нереально жарко Ребята, плюс 30 Хорошо, что я еду в Питер на днях Боже, как я люблю Питер, Питер, я так тебя люблю И Москву люблю Но, правда, в других городах я не была Из какого города? Хочется, конечно, знаете, путешествовать Давайте посмотрим этот продукт Здесь была пудра Здесь было зеркало Здесь также была губка Ну что ж, прощи, надеюсь, замажутся Блин! Это не наигранная реакция Она реально... Что? Ребят, это реально охренительная пудра Вообще без шуток Я в шоке Она просто суперкласс Эта пудра просто что-то с чем-то Она невероятно классная Посмотрите, вау, обожаю, мне так нравится такой эффект. Но пудра само по себе по качеству не очень, ну вот эти вот штуки. Ну-ка, зеркаль все даже есть. Вау, как круто. Посмотрите, она все замазала, и зачем теперь тональник? Обалдеть. Реальный эффект фильтра фотошопа. Балдеж. Знаете, сладкие малыши, если вам нравится эффект девочки из 2015 года с полностью матовым лицом И вот знаете, вот сюда вот еще вот такую письку хайлайтера положить Вот это прям будет класс, это 100% попадание в лобберс Брэдс, брэдс, идеально Нанесла я пудру, значит, на тикток от Великлассе и вот что я увидела Хотя вообще, знаете, хочу вам пожаловаться Вот я пока делала ногти, чтобы отпугивать от себя ненужных мужиков нежелательных Брэдс, уходи, мирский мужик Я думала, что пудра очень классная, но она оказалась не классная Это разводочка У меня есть невероятный краш на вот эту вот пудру Кен Мэйк, японская пудра И она буквально такая же, в том плане, что по своей структуре она именно такая, поэтому я ее люблю Обожаю И стерла уже, наверное, пятую или шестую тушь Представляете, пятая или шестая тушь Это пудра, а не тушь Так вот, вот эту пудру, которую наносишь, она держится А вот эта лореальская не держится Она вся просто скаталась и ушла Вот эта пудра гораздо лучше Так что все еще ставлю дизлайк А вы поставьте, пожалуйста, лайк на это видео Ну, если оно вам нравится Или если вам нравлюсь я Или если вам нравится этот скринж, который происходит в этом видео Ну, Алис, он уже не там Я очень много раз видела в ТикТоке обзор на бренд Ева Мозаик Что ж, давайте все это сейчас протестируем оттуда Здесь у меня гель для бровей, который хайповый Потом вот такой вот карандашик для губ Глиттеры, которые прям вообще невероятно круто выглядят И точилку взяла для карандаша, потому что точилка всегда класс. Начнем вот с такого вот геля для бровей. Фиксируем. Щеточка очень удобная. Вау! Смотрите, как хорошо брови легли. Ценовая категория, конечно, максимально доступна. Есть у меня два вот таких вот гелевых глиттера для лица. Этот у меня аквамарин оттеночек, а этот у меня... А этот хамелеон. Свотч. Увидела в ТикТоке, вообще в восторге была. Посмотрите, как красиво. Блин, в жизни гораздо лучше, чем на камере. Тут такие пересветы. Янго, здесь 16-й, привет! Ну, в жизни прям кайф. И давайте посмотрим аквамарин еще. Вау! Он прям вообще нереальный, смотрите. Умоляю, скажите, что вам передает, как это все блестит. Как раз у нас очень плотный... Как раз у нас очень матовое лицо. Хочется прям, конечно, добавить блеска. Прям как вот из Инстаграма. Прям вот вообще блеск блестящий был. Ну, просто фэнси. Ну, конечно, блин, бренд уже 20 лет представлен на рынке. Они, естественно, научились делать хорошие вещи. И приятно, когда очень хорошие вещи, а еще и бюджетные оказываются. Все просто постоянно показывают карандаш для увеличения губ. Он, типа, контур очень классно прорисовывает и делает губы вообще суперобъемными. Кстати, стоит 150 рублей. Ну, как так-то? Испытываю восторг. Боже, я 100 лет голову не красила карандашом. Интересно, получится вообще это сделать или нет. Вы видели? Смотрите поближе. Это не просто так хвалят. Оно реально очень хорошо контур перекрывает. Блин, просто посмотрите. Здесь даже непонятно, что я вышла за контур. А я вышла, блин, на половину губы. Как? Закрашу прям губы карандашом этим же. Балдеж, конечно. Это охренительно, ребят. Вы знаете, мое отношение к большим губам, когда я их делаю больше, мне никогда не нравится. Никогда. Но это, это реально всем советую. Вот, на самом деле, всем советую. Продукцию Ел Мозаик можно купить как в онлайн-магазинах спокойно, так и где-нибудь в офлайн-магазинах она много где продается. У вас вообще не возникнет проблем с тем, что ее найти. Очень рекомендую. Реально. Ну, теперь хочется сделать глаза. Купила я вот такую вот палетку от Revolution. Я, по-моему, никогда не пользовалась вообще косметикой от Revolution. Много раз видела экстенды. Косметика у них, конечно, очень красивая. Смотришь в тебе хорошо. Так что первый раз сегодня, считайте, буду пользоваться. Я выбрала вот такой вот оттенок. Долго смотрела все варианты. Конечно, минус здесь все тени блестящие. Почему я выбрала блестящие? Потому что у меня все тени дома матовые. Так что будет интересно что-то проверить. Ну, раз у меня сегодня макияж розовый, давайте сделаем зеленый. Нет! Розовый? Блин, ну нет, слишком банально. Синий? Синий, конечно, выглядит класс. Ой. Пигментирован. Не, ну я буду как продавщица в этом розовом одеянии. Красный делать не буду. Тут не из чего. Может быть, желтый и зеленый? Нет! Ладно, сделаем розовый. Буду сегодня такая девочка блестящая. Капец. Даже не знаю, какой техникой делать. Блин, я сломана. Ладно, пойдем по классике. Начнем с этого. Нанесем сюда. Больше похоже на хайлайтер. Но цвет приятный. Не очень понимаю все еще эти тени. Как бы да, цвет приятный. Но это все еще странно. Они явно недостаточно пигментированные. Их буквально не видно. Они как... Ну, как хайлайтер, наверное. Ну-ка. Да нет, даже как хайлайтер слабовато. Ну так, норм, но не вау. Что, если взять сиреневый? Давай сиреневый. Стоп, а сиреневый? Сиреневый? Что это? Другой сиреневый? Ладно, другой сиреневый, который турецкий деликатес. Ну... Скажем так, стыдно, стыдно, ребята. Все деньги, видимо, ушли у вас в упаковку. Упаковка, конечно, класс. Но что это? Объясните. Вот вообще в современном мире не стыдно вот такое вот выделывать? Я в курсе, как наносить блески и что нужно их наносить на подготовленную кожу, бла-бла-бла. Но если я покупаю палетку, где только блестящие тени, то я как бы буду пользоваться только блестящими тенями. Может, у меня нет другой палетки? Может быть, это вообще единственное, на что мне хватило денег в этой жизни? Да, такого я не ожидала. Пигментация вышла из чата. Она туда и не входила. Не поняла, почему в ТикТоке всем так интересна эта косметика. Кроме как упаковки, которые выглядят очень фэнси, нечего тут предложить. Обязательно сейчас найдутся умники, которые скажут, что я дерьмо, играешься, я дерьмо, я ничего и делать не умею, я ощущение не понимаю. Я считаю, что в современном мире, когда ты покупаешь какую-то косметику, ты покупаешь ее с целью того, что ты пришел и сразу накрасился. А не с целью того, чтобы купить еще 100-500 миллионов тысяч сервес дополнительных, чтобы косметика, которую ты покупаешь за дообранных денег, нормально ложилась. Слушай, извините, но у меня такое мнение. Если вы не согласны, вы можете пользоваться непигментированными тенями до конца ваших дней, если вам так нравится, конечно. Мне не нравится. Это просто самый простой макияж. Он получается даже самыми глазами тенями, которые вообще никчемные. Помните, я раньше косметику машиной переезжала? Вот у меня желание повторить. Это просто ужасно. Я не повторю только потому, что я буду это как зеркало использовать. Потому что зеркало выглядит фэнси. Фэнси новое модное слово в моем лексиконе. Его будет много. Я в ужасе! Так как я не нашла косметики для бровей, кроме геля, я просто воспользуюсь тем, что у меня уже было. Мне очень хочется взять просто истереть вот это вот просто безумие. Но я рассчитываю на то, что меня сейчас спасет это... А-а-а! Да самая мега нашумевшая тушь, которая просто в каждом видео. Maybelline Sky High. Тушь, которую можно наслаивать бесконечное количество раз. Которая сделает любые ресницы идеальными. Пожалуйста, сделай мои ресницы идеальными. Я люблю туши от Maybelline. Я готов петь оды тушем от Maybelline. Сняли мою любимую тушу от Maybelline зачем? Но вот попробую эту, надеюсь, она будет не хуже Надоели эти заколки Мне надоело этот цивильный вид Я че, зря, что ли, ногти в черной красила? Чтоб девочка-девочка быть? Нет! Ах, мой мальчик Едет на девятке, фу, нет Открываем Наносим на ресницы Почему такие длинные и объемные ресницы стали? Что это за магия? Крашу я, значит, ресницы, снимаю тикток И я не поняла, в какой момент мои ресницы стали такими огромными Что здесь происходит? Почему они такие огромные? Это так должно быть? Так задумано? Болиин Подождите, я просто сломалась Слишком круто, чтобы это было правда То, что ее можно наслаивать, это оказалось нифига не миф Я думала, это просто вброс в тиктоке так делают Но нет Ее действительно можно наслаивать сколько хочешь Даже нижние мои ресницы, которые ущербные, хорошо рисуют Я прекрасно понимаю, что большинство людей, которые делают, типа, там, обзоры на тушь У них классные ресницы Но, ребят, у меня-то они не такие классные На мне абсолютно не каждая тушь смотрится идеально Хотя есть люди, на которых действительно ты смотришь И там просто абсолютно любая тушь идеально лежит Пятны я сейчас почищу Я в восторге, это реально можно покупать Нет, нужно Мне абсолютно нечего сказать, кроме того, что, наверное, это моя новая любимая тушь Но не ироничная Вот такую вот штучку посоветовала мне подписчица из инстаграма Она скинула мне видео на вот этот тикток Что ж, пришлось покупать То не подписывайся на мой инстаграм, то плохой человек Подпишись на мой инстаграм Верите? Девочка мне написала и я ответила Вот именно благодаря этой девочке Вот именно благодаря этой девочке мы сейчас узнаем, нормальное средство или нет Типа должно очень сильно губы сейчас бухать, чтобы они стали в два раза больше И просто-таки прямо На губки наносим Сегодня настроение рабочий рот Есть вероятность, что я пожалею о том, что я так много их наносила Легкое покалывание Подождем пару минут, помонтирую пока видео в тиктоке Ребят, походу, эта штука не работает Я не знаю Губы, ну, знаете, так совсем немножечко жжет По ощущениям, похоже, вот если у вас есть мятная зубная паста Если бы чистить эти зубы То вот когда наносишь случайным образом себе зубную пасту на губы Ну так, попало, да, там зубная паста Она немножечко пощипывает Вот тут такие же ощущения, типа, это вообще не жжется Это не жжет Это не жжет Вот в этом видео жгло Жгло так жгло Не повторяйте Это не жжет Нет Есть у меня две вот такие вот штучки Нет, это не музыкальный инструмент Нет, это не два чупа-чупса Это нашумевшие блески для губ из тиктока Какую будем тестировать сначала, желтую или голубую? Ой, я не специально выбирала эти цвета Мир такой страшный стал А ты вроде ничего не сделаешь, а тебя за этот пенцель Ну вот и плакали мои черные ногти Мне очень нравится голубой цвет А знаете, что мне еще нравится? Открываем Что же здесь внутри? Ой, здесь вот такая вот пипка Мы сейчас эту пипку себе на губы нанесем Я не могу понять, чем пахнет Если я не могу понять, чем пахнет, значит, обонение у меня все еще есть Последние несколько дней столько знакомых заболело Вот этой вот всей фигнёй Я в ужасе Неужели здесь ждет нас третья великая волна? Надеюсь, что нет А эта штука очень приятная Но выглядит дурацко Давайте достанем вот это Вау, какая магия Оооооооооо Это же голубой блеск Он реально голубой Вау Макияж Нуки Рари резко обрел новый смысл Красиво Знаете, чем пахнет? А пахнет содой Ну, не содой пищевой А типа лимонадом Мммм Обожаю, когда пахнет лимонадом Класс Губы такие красивые стали Вообще Слушайте, я когда навесила тушь, мне перестал бесить мой макеш. Я вообще в восторге. Такая вот я вострогающая девочка. Давайте вторую попробуем. Так не хочется смывать, так не хочется смывать вот эти вот губы. Хочется, а придется. Не говорите, что вы так не делаете. Открываем. А это что, будет желтая, получается? Ну, по всей логике она должна быть желтая. Представляете, я вообще увидела это на кассе. Я видела много обзоров на эту штуку у разных американских тиктокеров. У меня накидали их, но я не думала, что это можно у нас найти, потому что я это никогда не видела. И просто когда я уже оплачивала покупки, я смотрю, у нас валяется какая-то штука, которая похожа на штуку из тиктока. Думаю, возьму. Наверное, будет хрень. Но нет, это не было хренью. Интересно, чем будет пахнуть. Надеюсь, будет пахнуть лимонами. Люблю цитрусовый запах. Фу, пахнет бананом. Не люблю, когда пахнет бананом. Но носить помадовую из банана сиреноков немножко не то. Лолипоп. Нет, это плохая песня. Ну, блин, мне не нравится запах банана. Это на любителя, но мне не нравится запах банана. Мне не нравится запах банана. I don't like запах банана. Because I don't like банана. Кстати, просто бананы люблю. Но запах банановый я люблю. А знаете, что очень вкусно? Банановый йогурт. Пипец, как люблю банановый йогурт. Наносим. Они типа золотые, я не вижу. Я не пойму, а есть какой-то помад или нет? Уже голубые прям были видно. А эти? Ну, цвет приятный. А потому что вот это вот происходит... Вы реально это хвалите в тиктоке, да? А-а-а. А-а-а. Да? Кто это хвалит, он вообще нормальный? Что это за помада? Прикиньте, она реально сломалась. А ты думала, что не сломается? Да я вообще не думала.